Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также, друзья, сегодня традиционно в 17.00 по московскому времени пройдет вебинар правильный понедельник, где мы еще раз разберем основные изменения в новостном фоне за минувшую неделю и посмотрим крупным мазком таким на макроэкономический фон, который грядет. Ну, если вы, опять же, следите за моими брифингами, вы частично в курсе того, что происходит. За подробностями я с большим удовольствием вас, собственно, приглашаю сегодня на вебинар. Если есть время, ну, найдите несколько минут, подключайтесь к прямому эфиру. Ну, что ж, друзья, мы начинаем эту неделю с абсолютно, ну, по крайней мере, за себя могу сказать, четкого осознания и понимания того, что индекс доллара будет и дальше снижаться. 90.34 в моменте, это по индексу американской валюты, на прошлой неделе было для кого-то, вероятно, из вас страшновато смотреть за тем, как индекс доллара пытается закрепиться выше 91 пункта. Я каждый раз, когда у меня была возможность выступить перед вами на брифингах, но старался детально оценить тот новостной фон, который имел место быть и дать вам понять, что не нужно реагировать импульсивно на изменения в ситуации на рынке американских трежис. Да, американский рынок долго вырос. Да, это самый серьезный рост там за последние почти 7 лет. Кстати говоря, последний раз такое ралли наблюдалось ровно 7 лет назад, когда американский центральный банк Федрезерв начал ужесточать монетарную политику, отказавшись от программы количественного смягчения, начал ее сворачивать. И, ну, тогда да, было понятно, что из-за изменений на рынке долга, которое основывалось на серьезном решении регулятора, можно было понять, как и что дальше могло бы произойти с долларом. Сейчас, я, кстати, на прошлой неделе в конце рассказывал вам, что нету системных причин, из-за которых мы могли бы поставить на то, что при сохранении, опять же, доходности, роста показателя доходности американского рынка долга, мы могли бы развернуться по американской валюте. Потому что до сих пор, я надеюсь, вы это прекрасно понимаете, друзья, ФРС даже и не думает о том, чтобы отказаться от мягкой монетарной политики. И даже если инфляция будет расти еще более стремительными темпами, чем сейчас, и, скажем так, мы увидим 2% совсем скоро, даже в этом случае ФРС не включит заднюю, не начнет повышать процентные ставки и не начнет сворачивать программу количественного смягчения. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы индекс потребительских цен, по моему скромному представлению, друзья, оказался выше 3-3,5%. Как вы понимаете, в текущих условиях это маловероятно, даже при условии, что американские власти и ФРС продолжат заливать экономику деньгами. Поэтому я рекомендую вам не переживать, я рекомендую вам смотреть за периодический рост индекса американской валюты как за технической коррекцией, после которой на рынок возвращаются те игроки, которые являются основной движущей силой, в данном случае это продавцы. И возвращаются для чего? Для того, чтобы дальше топить за идею еще большего ослабления и за то, чтобы американская валюта оказалась ниже 90 пунктов и пошла в район 88, и может быть уже к минимуму за последние 5 лет, а может быть даже и к рекордным минимальным отметкам. Ну, настолько вперед забегать, конечно же, не будем. Новые стимулы, мы их ждем последние недели февраля, фактически уже март не за горами, и я все-таки ожидаю прорыва в Конгрессе, я ожидаю более такой оптимистичной риторики от властей США, от новой испеченной администрации, о том, что пакет бюджетных стимулов будет принят вот-вот уже. И, кстати, в пятницу Белый дом впервые сделал заявление о том, что начинают или продолжают работать, не знаю, кому хочется, можно понять этот новостной фон, работу над еще одним пакетом экономических стимулов на 3 триллиона долларов. Это как раз для реализации одной из основных предвыборных инициатив Байдена увеличение расходов на инфраструктуру. Я, в принципе, считаю, что этот пакет также будет принят. И если вы помните, друзья, если вы внимательно смотрели мои прошлые брифинги, я в рамках 2021 года ожидаю, что американские денежные власти, скажем так, обобщают, валюту в экономику больше 5 триллионов долларов. Поэтому, как и ранее отмечалось, 2021 год это год, скорее всего, с максимальной вероятностью, года слабости бакса. Впереди также выступление Паула в Конгрессе. И, разумеется, он снова будет вызывать к американским конгрессменам за то, чтобы уже те перестали вставлять палки в колеса и приняли решение по бюджетным стимулам. Как на это отреагирует доллар, я думаю, что мы увидим еще больше распродажи. Так, ну, по остальным активам давайте пробежимся вкратце. Нефть 62,97. Опять же, из-за ситуации в Техасе, аномальные погодные условия, холода, объем нефтедобычи был снижен на 4 миллиона баррелей в сутки. Это, конечно же, все фактор поддержки, который ранее отправил нефть к тем ультравысоким уровням, которые мы наблюдали. Так, сейчас в целом, еще с конца прошлой недели, явно попахивает более глубокой коррекцией. Я рекомендую сделку с филостоп с уровня 61,50. Хочется поймать дальнейшие снижения. Тем более, что это снижение будет опираться на том, что погодные условия улучшатся в Техасе и, соответственно, производство вернется к прежним показателям нефтедобычи. И совсем уж скоро, на следующей неделе, очередное заседание Министерского комитета ОПЕК+, где будут приняты решения о том, чтобы поднять уровень нефтедобычи, а Саудовская Аравия еще и откажется от одностороннего сокращения производства на 1 миллион баррелей. Поэтому я думаю, что коррекция продолжится, и мы точно увидим бренд в ближайшие дни, даже, в буквальном смысле, ниже 60 долларов за баррель. Евро против доллара 1,2120. Рост продолжается. Фонд против доллара мы сделали цель, друзья. 1,40. И, знаете, заманчиво сейчас сидеть в паре дальше, потому что индексы настроения указывают на то, что пара будет расти. Новостной фон вроде бы как располагает к этому, индекс доллара снижается, но всех денег не заработаешь, друзья. Вы сделали вместе со мной цель 1,40, ну давайте выйдем из этой валютной пары, я надеюсь, вы это уже сделали, и подождем оптимальной новой точки входа. Кстати говоря, именно сегодня Борис Джонсон, премьер-министр Англии, будет выступать с речью о том, как будут сниматься ограничения в Англии. Как Англия будет выходить из локдауна? Очень чепетильная тема. Я, конечно же, могу предположить, что, скорее всего, это, по идее, должно было бы положительным образом сказаться на динамике британской валюты. А вдруг он прокомментирует ситуацию с позицией того, что не время еще отказываться от жестких мер социального дистанцирования в том формате, в котором хотели бы оптимисты. Это может спровоцировать негативную динамику. Чтобы вот не подбрасывать монетку в моменте, я думаю, что сейчас лучше все-таки посмотреть, как пара отреагирует за происходящим вне наших позиций, скажем так. То есть, когда мы их вне рынка, посмотрим за настроениями. Если поймем, что через день-два все-таки тенденция роста сохраняется, ну, может быть, рассмотрим возможность дополнительных покупок. Австралийц против доллара. Здесь также цель была достигнута. 0,79 я вышел. Буду искать возможность для других сделок, но не сейчас. Для тех, кому интересно, по мнению многих экспертов, из-за высоких цен на сырьевые товары, австралийский доллар недооценен процентов на 5. Ну, то есть, рост может продолжиться с целями там 81,80... 0,81, 0,82. Но я пока в этих сделках уже участвовать не буду. S&P 3900. Цель 4000 также и остается. Новые стимулы будут. Будут нам и мощные прорывные движения в район указанной планки. Доллар канадец 1,2595, даже роничные продажи, за счетом еще и коррекции цен на нефть, не привели к тому, чтобы пара приблизилась к нашему целевому значению 1,30. Друзья, но я не теряю надежд. Я верю в то, что все-таки коррекция последует, поэтому держу доллар-канадец длинные позы. И золото 1787. Вот золото, конечно же, разочаровало. Очень рассчитывал на то, что оно восстановится. Опять же, по моему скромному представлению, даже на прошлой неделе мы уже должны были быть в районе 1850, хотя бы из-за того, как активно растут инфляционные ожидания сейчас. Ну, может быть, не все трейдеры подключились еще к сделке, поэтому я, друзья, пока что сохраняю скромный, сдержанный энтузиазм относительно того, что золото восстановится. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой недели. Всем пока. Пока.